В общем, мы выехали на природу. Самое время начинать шашлыкать. Все, отойди. Ты все, все, все хорошее. Иди, иди, иди. Все. В общем, вот наши маринадики стоят. Давайте приступать. Короче, небольшой комментарий. Если у вас есть шашлык, если на нем есть всякие вот такие вот висюльки, то все эти висюльки, они на самом деле сгорят нафиг. Они все сгорят. Поэтому лучше, чтобы их не было вообще, чем если бы они висели. Поэтому если мы видим, например, что вот что-то висюлька какая-то, мы возьмем ее лучше просто и отрежем. Не знаю, собачка порадуется, там... птички какие-нибудь, еще что-нибудь. Вот, шашлык должен быть нанизан плотно, но не особо. Вот. Это шашлык с уксусом. Сейчас мне понадобится ассистема для того, чтобы пронумеровать все наши шашлыки. Если кусок более продолговатый, то лучше нанизывать его насквозь, насквозь его продолговатости. Весь лук стрясаем нафиг, потому что он тоже сгорит. Желательно, чтобы ваши шашлыки были комнатной температуры. Так они будут быстрее пропекаться. Если шашлык из холодильника или, не дай бог, из поразилки, то не понять, когда он готов. Арчи, хочешь жить глазами? Просто, смотрите, стреляет глазками. Так, минералка тоже ничего такого, минералка, гранат. В общем, мы тут вешаем ярлычки, Ира вешает ярлычки, чтобы мы потом не перепутали, а то весь смысл тогда потеряется от того, что мы делаем. Следующий у нас идет томатный. Достаточно легко, кстати, протыкается куски мяса. Видимо, Айран произвел какое-то действие на шашлык. Значит, тестовый шампур у нас будет просто соль и перец. Вообще, без какого-либо маринада. Нанизывается средней тяжести, с усилием средней тяжести. По поводу мангалов. У нас есть вот такой вот чудесный мангал. Так сказать, сборный мангал. Из тонкого железа, который стоит 100 рублей. Я называю такие мангалы одноразовыми. Но тут на даче есть более удобный, более высокий, более толстостенный мангал. Почему одноразовыми? Потому что, если вы куда-то выехали, то собрать первоначальный вид, потом второй раз, например, такой мангал уже невозможно. Он при остывании деформируется, потому что листовое железо, этот нержавейка, оно очень тоненькое. Или что это такое? Обалдеть. Так вот, но даже на таком мангале с очень тоненькими стенками получается прекрасный шашлык. И я не разделяю мнение профессионалов, которые занимаются продажей мангалов, рассказывают, что мангал должен быть дорогой, толстостенный. Да хоть на кирпичиках делайте. Жара от углей хватает надолго. Хотя, конечно, если мангал у вас удобной высоты, удобной величины, с удобным поддувом, с такими вот дырочками, то, значит, у вас будет удобнее будет, грубо говоря, готовиться. Второй вопрос. На чем делать шашлык? На углях. На любых углях, кроме смолистых пород. Ель, сосна, пихта, всякая вот такая фигня, она не подходит. То есть можно делать в основном практически на чем угодно, но самый лучший уголь получается из твердых пород дерева, например, из березы. У меня уже готовый уголь, который я прикупил в карусельке. Порядка 100 рублей стоит такой пакетик. Великолепно подходит. Говорят якобы, что шашлык выходит ароматнее на угле из фруктовых пород деревьев. Типа там яблоко, лоза какая-нибудь там, не знаю, персик и всякое такое. Не уверен по одной простой причине, потому что уголь это уголь. Там уже все сгорело. Чему там пахнет? Там все уже сгорело, понимаете? Он только тлеть может. При копчении я могу понять, что там разные вот эти вот опилочки дают разный вкус. Но уголь лучше, чтобы он был просто большой, твердый и долго горел. Березовый уголь подходит великолепно. Можно делать уголь самому и из дров. Но ваши дрова могут вас подстебать, дать какой-нибудь косяк. То есть, например, у вас там они отсырели или наоборот они трухлявые или еще что-нибудь. И в итоге это еще горит, это не горит. Тут, значит, большие угли, тут маленькие. Нафиг это нужно, если за 100 рублей можно купить пакет идеального угля? Посмотрим, что там будет. Значит, в целом уголь вот такой вот примерно, как сказать, фактуры, текстуры и всякое такое. Вот такие вот огромные штукенции нам не нужны. Их можно сразу разбить. Не знаю, взломать, разбить чем-нибудь. Конечно, это можно сделать, когда уже все будет гореть. Тут будет лететь пепел, фигачить искры в глаза и всякое такое. Но почему бы не сделать это сейчас, когда все видно, и все можно прекрасно переворошить, не обжегшись, и разбить большие куски. Следующий момент. Чем это все разжигать? Можно разжигать, подложив уже готовые угли, чтобы оно все занялось. Можно разжечь вот такой вот жидкостью для розжига. Однако тут есть такой небольшой нюанс. Если вы эти угли почти целиком пропитаете этой жидкостью для розжига, то они будут, короче, адово вонять. Адово вонять. Поэтому, если вы собираетесь пропитывать, то делайте это вот таким образом. Чтобы только самый верх, вот она уже отвратительная, эта хрень пахнет, поэтому перебарщивать не нельзя. Потому что, чтобы она целиком прогорела. Мы сделаем следующим образом. Мы польем буквально вот так вот. Верхний слой. Какая идеальная температура углей? Вот мы чуть-чуть подливаем, оно сразу же прогорает. То есть, мы не позволяем. Она прогорает быстрее, чем впитывается внутрь угольков. Вот. То есть, мы не выливаем туда слишком много этой жидкости. Какая температура для приготовления мяса считается вообще идеальной, великолепной? 650 градусов. Когда угли достигают этой температуры? Когда они еще такие малиновые, но уже все подернуты пеплом. Нельзя готовить на углях, которые горят красным пламенем. Они все слишком горячие, и ваши желудки, наверное, сгорят. Они должны быть подернуты пеплом, такие так называемые сединой, седые угли. Ну вот, как мы видим, угольки еще слишком горячие. То есть, они пока что только занимаются, только жар от них просто обалденный. То есть, руку держать невозможно. Для приготовления мяса это не подходит. Нам нужно, чтобы они все стали покрыты пеплом. Дождемся этого прекрасного момента, подгоняя их махалом. Махалом. Угли все еще слишком горячие. Они еще прямо малиновые. Можно приступать. Посмотрите, в каком состоянии угли. Видите, они все с такой... Они уже все с пеплом, и уже не стыдно начать приготовлять мясо. Не раскладывайте шампуры слишком плотно. Между ними должно проходить воздух. Значит, жир с шашлыков будет капать, и, возможно, будет загораться. Поэтому его нужно заливать. Либо... Говорят, что некоторые говорят, что, мол, если вы будете заливать, то температура будет падать, и это будет так вредно. Что там будет падать? Там, блин, 700 градусов. Там вот эта капля воды, она... Ничего с ней не будет, короче. Ничего с температурой не упадет от того, что вы там чуть-чуть польете воду. Все время следите, потому что очень часто такое получается, что люди кладут шампуры чуть раньше, чем надо. Они начинают подгорать, и кого-то они переворачивают. Там фигак, а уже, короче, шашлык с той стороны сгорел. И когда шашлык начал золотиться, то его можно уже и перевернуть. Когда же шашлык будет готов? Шашлык будет готов, когда температура его внутри составит 85 градусов. Я забыл взять свой чудо-термометр, так что, когда он подзолотится, я решу, что он на вид готов, тогда он и готов. Тестовый шашлык, в котором нет ничего. Помидор, он такой... А, черт, лук затесался. Он красненький, ну и подрумянивается достаточно равномерно. Это винный шашлык, ничем особо не выделяется. А это... Это шашлык с уксусом. Тоже все нормально. Ир, как ты думаешь, какой шашлык подгорел больше всех? С кефиром. Больше всех подгорел кефирный шашлык. Видимо, потому что он лежал совершенно там же, где и все остальные, но, как видите, он уже покрывается такой коркой. Ну, короче, кефир действительно подгорает. Не дай бог вам задумать делать шашлыки в маринаде с майонезом. Хотя его можно, конечно, смыть, но тогда какой... смысл в этом маринаде. Вот. Так что кефир действительно горит. Это мой вердикт. Его нужно готовить аккуратнее всего. Это не значит, что такой маринад делать нельзя. Это значит, что его нужно делать как можно более аккуратно. Давайте снимать наши шашлычки. Все уже, значит, ассистент снимает. Вот. Томатный шашлык сильно отличается от других. Он такой вообще просто алый. Такой алый. Вот. В зависимости от размера кусочков и от количества жира, не все ваши шампуры будут готовы одновременно. То есть не нужно рассчитывать, что прям все готово, сняли. Нифига, короче. Какой-то может там на 30 секунд дольше подготовиться, приготовиться какой-то чуть меньше. Так что вот. Я бы сказал, что по внешнему виду мне очень нравится томатный. Тебе тоже нравится томатный? Он просто обалденный. В томатном соке он просто, вот смотрите, он просто янтарный такой. Остальные там бледные, коричневатые. Он просто такой... Вообще. Вот наш шашлык. Вот то, ради чего все делалось. Вот то, ради чего я потратил 100 баксов на мясо и всякие приблуды. Давайте распробуем самый ближний шашлык, винный. Я сразу попытаюсь объяснить, здесь ничего вкусного быть не может. Но. Я бы не сказал, что винный шашлык, бринованный в вине, очень мягкий. Дальше идет шашлык с айраном. С айраном помягче. И у шашлыка появляется такой небольшой сливочно-кефирный вкус. Мне нравится. Прикольно. И он мягче. Он мягче, чем винный шашлык. Просто лук. Самый простой маринад. Аромат есть луковый, вкусненько. Кефир. Очень любопытно. Мясо достаточно мягкое, но в нем чувствуется волокна. И тоже. Мне очень нравится такой сливочно-сметанный привкус, который мясо приобретает от кефира. Или от айрана. Вот у них схожие такие фишки. Очень прикольно. Он чуть-чуть видный. Шашлык становится как бы сочнее. Но опять же, кефир размягчил. Хорошо размягчил. Но не могу сказать, что как-то выдающийся. Так. Вот тестовый шашлык, который был сделан без всего. Вкусно, но ничего необычно. Средней жесткости. Пошел гранат. Самое любопытное это гранат. Я думал, что гранат должен размягчить сильнее всего. Попробуем еще кусочек шурфиком. Да, гранат немного размягчает. Не фантастика, но какой-то фруктовый аромат есть небольшой у граната. Прикольно. О, любопытненько. Уксус. Уксус как-то усилил луковый аромат. Уксус в течение 2,5 часов маринования размягчил мясо. Так. Минеральная вода. Очень мягкое мясо. Не обладает никакими потусторонними... Потусторонними? Посторонними вкусами, но... Мягкая. Минеральная вода размягчила. Томатный самый, который по виду отличается. В томатном маринаде вот явно видно, мощно видно томатный привкус. То есть так. Шашлык именно томатный. Это такая мощная особенка. То есть остальные, они вроде как вот сливочные. Вот эти вот, как сказать, сливочные, молочные. То есть айрань, кефир отличаются по вкусу. Гранатовый немного отличается какой-то кислинкой. И вот томатный. Томатный, он реально томатный шашлык. Вкус не то чтобы сильный, но мне вот очень нравится томатный. Само собой мне нравится. Я как-то, может, не нравится. Какой вердикт? Минералка тоже размягчила хорошо. Я бы сказал, что больше всех размягчил, по-моему, айран. Общий вердикт, общий финал этого теста таков. Сильнее всего по вкусу, обладая таким выраженным вкусом, отличается томатный шашлык. Он сильно пропитался томатным соком и стал клевым и прикольным. Он выгодно отличается по цвету. Смотрите. Выгодно отличается по цвету. Таким красноватым, янтарно-золотистым цветом. И неплохо размягчает. И при этом и вкус, и цвет, и фактура. Все прекрасно. Айран хорош. Минералка хороша. Остальное все так, посредственно достаточно. Значит, у меня тут сидит тестовая аудитория. Жень, скажи, пожалуйста, какие у тебя впечатления и какой шашлык тебе понравился больше всего, а какой меньше всего? Мне лично больше понравился айран. То есть ты хочешь сказать, что ты из общей массы могла бы выделить два типа шашлыка. Да, гранатовый, который был достаточно жесткий, хоть и с интересной кислинкой. И айран, который был и мягкий, и с приятным вкусом. Да, еще луковый. Луковый, он обладает таким реально луковым вкусом. Для тех, кто любит лук, да? Да, да. Не, ну и вообще вкусный. Хорошо, Аир. Ну, самый жесткий это гранатовый. То есть ты тоже считаешь, что гранатовый жестковат? Да. Мне больше всего понравился винный. Он и мягкий, и вкус у него интересный. И с айраном. Ну и томатный, но он жестковатый, но вкус интересный. Мне больше всего бидный понравился. И айрановый. Значит, комментарии тестовой группы. Я бы сказал, что шашлык с айраном, он и по вкусу, и по консистенции понравился всем. Да. Гранатовый шашлык почти всем показался наименее размягченным. Все шашлыки при этом показались съедобными. Значит, в результатах тестовой группы я бы сказал так, что если вы хотите размягчить мясо и получить интересный вкус, то это айран. Ну, мил мил мил. С вами был славный дружио Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Это был рецепт шашлыка. Делайте шашлык из свинины в айране, и он у вас получится супер классным. Соблюдайте простые правила. Обязательно ставьте лайки, если вам понравилось вообще мое шоу. Если не понравилось, ставьте пальцы вниз и уходите нафиг. Люблю всех своих подписчиков, читаю все комментарии и жду от вас каких-то отзывов. Все, потухло, секунду. Ставьте пальчики вверх. Добавляйтесь, друзья, вконтактики. В группу вступайте вконтактики. И вообще, оставайтесь с нами. С лайком и с вами уже был. Всем пока.